1 июля начался очередной этап реализации 54-го федерального закона, который регламентирует порядок работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой. Согласно новым правилам, круг организаций и индивидуальных предпринимателей, которые должны обязательно использовать в своей деятельности кассы, значительно расширился. Однако, следовать новым правилам можно не всем. В эфире программа НДС и сегодня в рубрике «Ликбез» мы расскажем вам о том, для кого в законе сделали исключение и на что нужно обратить особое внимание при выборе оборудования. Розничная торговля Онлайн-кассы имеют ряд своих преимуществ. Зарегистрировать кассовый аппарат можно за 10 минут через личный кабинет на сайте ФНС России. А заменить блок фискальной памяти можно самостоятельно один раз в 13 или 36 месяцев. При этом онлайн-касса должна соответствовать определенным требованиям. Корпус, на котором должен быть нанесен заводской номер ККТ, наличие внутри корпуса часов реального времени, наличие принтера должно быть для печатных фискальных документов, наличие внутри корпуса фискального накопителя, возможность передавать фискальные данные в фискальный накопитель. Конечно, есть ряд предпринимателей, которых не коснулись изменения в законе. В своей работе кассы могут не использовать те, кто официально сдает в аренду собственное жилье, создает и продает изделия народных и художественных промыслов, оказывают услуги по ремонту обуви, газетные киоски, кредитные организации и компании, занятые на рынке ценных бумаг, а также кондукторы и предприятия общественного питания в образовательных учреждениях. Появление новых законов и правил в бизнес-сфере неизбежно. Одни не принимаются обществом, но продолжают действовать и вскоре к ним привыкают. Другие уже изначально облегчают всем работу. Гости нашего выпуска в бизнесе уже более 15 лет и за это время успели повидать множество реформ в сфере предпринимательства. И ни одна из них не навредила их делу. И сегодня они готовы поделиться с нами своим секретом успеха. Пластиковые деревянные окна, противоударные с мультифункциональным стеклом и замком на створку для безопасности детей. Жалюзи и рулонные шторы на любой вкус и цвет. Межкомнатные входные двери, остекленение и отделка балконов. А еще подоконники нового поколения, которые не выгорают на солнце, не боятся влаги, а главное устойчивые к царапинам. И все это в одной фирме. Сегодня у нас в гостях директор компании «Оконный двор» Александр Мышов. Александр, начнем с нашего традиционного вопроса. Расскажите, откройте секрет, почему выбрали такую сферу деятельности и вообще с чего начинали? Ну, решение заниматься пластиковыми окнами приняли достаточно давно. Как-то раз мы с компаньоном поехали на выставку. Выставку в Москве. Там увидели, что Москва достаточно активно уже ставит несколько лет пластиковые окна. Не только пластиковые, а алюминиевые. На выставке мы познакомились с производителями, кто это делает. Потрогали все это руками. Узнали, как это открывается, закрывается. Мы просто влюбились в эти окна. Я понял, насколько это эффективно решает проблемы. Проблемы продувания, проблемы теплоизоляции. Ну, многие проблемы, которые возникают у людей в процессе эксплуатации окна. То есть в то время пластиковые окна для Сарова были, скажем так, новинкой еще? Ну, их вообще не было. Их вообще не было. То есть это была такая диковинка, знаете, как будто откуда-то издалека. Это очень круто было. Это было престижно. Это нужно людям. Мы нашли здесь производителя и начали заниматься установкой этих окон. Было трудно. Ну, слушайте, звучит красиво. Приехали, увидели и привезли в город. Вот наверняка были какие-то трудности, с которыми сталкивались в работе. Вот с какими, если не секрет? Ну, сомнений было много, конечно. А будут ли брать? Ведь это так дорого, понимаете. Людям приходилось объяснять. Смотрите, у вас окно в любой сезон открывается, закрывается, понимаете. У вас не веет холодом. У вас их не надо будет красить никогда. Ну, как бы преимуществ всяких много. Хоть тогда и не так развито это было, но все равно это был огромный шаг в оконной, так скажем, индустрии. Но вообще постоянная проблема – это спад зимой. С ними сталкиваются все производители и установщики окон. Как? Мы только не убеждаем заказчика, что это их предрассудки, что зимой установка даже качественнее, я бы сказал. Потому что сразу все дефекты или промахи, которые визуально летом не видно, зимой проявляются, ну, как бы по всем швам, проходят рукой и чувствуют чистыми руками. Насколько мне известно, вы устанавливаете окна с мультифункциональным стеклом, так называемым. Расскажите прямо пару слов, что это такое и чем они отличаются от обычных. Ну, в пару слов можно так сказать. Прохладно летом, тепло зимой. Можно ли это как-то доказать? Потому что это мог быть, скажем так, просто слова. Это одно из наших правил. Если сказал, то доказал. У нас есть стенд, на котором наглядно показано, как две инфракрасные лампы светят в два разных стеклопакета. Рукой человек чувствует, как работает стеклопакет. Их можно поменять местами, поменять лампы. Некоторые даже просят и это. Не могут убедиться, ищут подвох. Но это работает и достаточно эффективно. Каждый наш стеклопакет в каждом окне, он ударопрочный. То есть людям можно не беспокоиться, что его разобьют мечом, или они облокотятся и он треснет, или еще что-то. Мы демонстрировать можем на любом нашем стеклопакете, который установлен в нашем окне. Александр, расскажите, чем еще занимается ваша компания «Оконный двор», кроме установки окон? Вокруг окон образовался целый букет услуг. То есть, например, окна всегда спрашивают жалюзи или ровные шторы. У нас широкий выбор каталогов. Часто спрашивают межкомнатные и входные двери. У нас тоже достойное предложение. Есть самые популярные производители, у нас представленные. Мы привозим это. Всегда людям удобно, когда они начинают ремонт, они меняют все окна, меняют все двери, сразу ставят на окна жалюзи. Когда стеклян балкон или лоджию, часто возникает вопрос по внутренней отделке. Это просится, просто напрашивается одно за другим, чтобы привести все в порядок, потому что такая красивая рама, так все уютно, хорошо. Мы, конечно же, тоже предлагаем внутреннюю отделку. Есть хорошие предложения, решения технические, как все организовать, шкафы какие-нибудь или вешалки, электрика, утепление, разные предложения. Опыты здесь есть хорошие, это мы предлагаем. Наши заказчики, мы с ними, со многими уже просто знакомы, как чисто по-человечески. Опять же, наше правило относиться к заказчикам, как к друзьям или хорошим знакомым. Когда возникает трудный вопрос, чисто технический, не всегда все гладко идет. Я спрашиваю своих ребят, говорю, а как бы ты сделал себе или своему другу? И тогда все вопросы отпадают. Как надо делать, как поступить? И когда так делаешь, всегда люди с пониманием относятся. Компания «Конный двор», если не ошибаюсь, существует уже 15 лет, даже, наверное, более 15 лет. И все равно за столь продолжительное время не терял популярность у саровчан. В чем ваш секрет? Да, приблизительно 15 лет мы годы не считаем, они идут. Работаем стабильно. Хвалят наших монтажников, то есть люди. Хвалят отношения. Людям нравится такое отношение, когда вникают в их проблемы конкретного, вот этой комнаты, вот этого жильца. Кому-то звукоизоляция нужна, кому-то отлив дождем долбит, кому-то еще какие-то требования. Ну и последний тоже наш традиционный вопрос, который мы задаем всем уже состоявшимся предпринимателям. Дайте молодым, скажем так, начинающим небольшой совет. Ну, самая, мне кажется, распространенная ошибка, это когда начинают бизнес в компании друзей. Вот собралась компания, они все друзья, друг с другом в хороших отношениях. Почему бы нам и бизнес не организовать вместе? Вот это как бы... Или родственники, да, мы родственники, мы друг другу доверяем и начнем бизнес вместе. Это разные процессы в жизни человека, и они развиваются по разным законам. Ну, на мой взгляд, лучше не создавать излишних сложностей. И так, в и так сложном достаточно процессе бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова